Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Улиницкая Любовь Александровна, я доцент на кафедре иностранных языков, и сегодня я бы хотела рассказать вам о нашей магистратуре по направлению лингвистика, по образовательной программе, перевод и межкультурное взаимодействие, которое реализуется на нашей кафедре иностранных языков. Я постараюсь ответить на все возможные вопросы, которые вас сейчас волнуют в такой важный момент, принятие решения, где же продолжить свое высшее образование. Вначале буквально несколько слов о самом направлении лингвистика в нашем ВУЗе. В 2002 году мы начали набор по направлению лингвистика и межкультурная коммуникация со сроком обучения 5 лет. Это был наш специалитет. Но в 2011 году в связи со всеобщим переходом на двухуровневую систему образования мы открыли бакалавриат, и вот с этого года, с 2011 мы осуществляем прием на бакалавриат. У нас уже было несколько очень успешных выпусков, и поэтому в этом году мы наконец открываем нашу магистратуру, чему мы очень рады. По направлению лингвистика, по образовательной программе, перевод и межкультурное взаимодействие. И именно о ней я вам сейчас расскажу. Прием в магистратуру осуществляется по результатам вступительного испытания, вступительного экзамена. На сайте ЛЭТИ вы можете найти перечень вопросов к этому экзамену. И обязательным условием, конечно же, является наличие законченной первой ступени высшего образования, бакалавриата или специалитета. Так как мы набираем впервые в этом году студентов по магистрской программе, то зачисление идет только по контрактной основе. Сама программа перевода и межкультурной коммуникации, сама эта магистрская программа, подразумевает более углубленное изучение предметов и классических дисциплин лингвистического цикла, таких как общие языкознания, лингвистика текста, смежных дисциплин между культурологией и лингвистикой, такие как, например, лингвокультурология или этнопсихолингвистика. Это, безусловно, дисциплины цикла межкультурной коммуникации. Это деловая коммуникация, основы межкультурной коммуникации, особенности современной межкультурной коммуникации и так далее. Во время обучения в магистратуре идет совершенствование навыков студентов в их устном и письменном переводе и, безусловно, более углубленное изучение иностранных языков. Здесь речь идет про английский, французский и немецкий иностранные языки. Также идет изучение современных направлений лингвистики, гендерная лингвистика, когнитивная лингвистика, прикладных аспектов лингвистики и применение компьютерных технологий в современной лингвистике, прикладной лингвистике, квантитативная лингвистика. То есть мы подготовили для вас замечательную разнообразную программу. Уверена, что вам будет очень интересно учиться. Помимо самих занятий, есть также три практики, которые должны пройти студенты в магистратуре. Две из них производственные и одна преддипломная. Производственные практики направлены, что довольно очевидно, на применение и совершенствование своих профессиональных навыков. Обратите внимание, одна из них подразумевает научно-исследовательскую работу. Это предполагает участие студентов в конференциях, форумах, это предполагает публикацию результатов их научных изысканий. А вторая практика самая настоящая, профессиональная практика, где студенты пробуют себя в тех или иных профессиональных сферах, где гипотетически и потенциально они в дальнейшем могли бы трудоустроиться. Ну и третья практика, это преддипломная практика, которая подразумевает написание выпускной квалификационной работы, так называемой магистрской диссертации. Что касается научной работы и деятельности студентов, то тут множество разных способов и вариантов того, где студенты могут себя реализовать. У нас регулярно собирается студенческое научное общество, на котором студенты обсуждают какие-то волнующие их проблемы в лингвистике, современные открытия. Иногда у нас там выступают приглашенные лекторы. У нас ежегодно проходит конференция в рамках форума «Палитра языков и культур», где также студенты выступают с докладами и публикуются. И каждый год у нас проходит конференция «Актуальные проблемы языкознания», по результатам которой мы публикуем сборник, который входит в РИНЦ. Что очень важно и интересно, и мотивирует студентов. Но не только вот эти мероприятия, которые организует наша кафедра, проходят в нашем ВУЗе, но также у нас есть конференция «Информация и коммуникация общества». Это международная конференция. И по ее результатам также публикуется сборник РИНЦ. Но это еще не все. У нас есть еще журнал «Дискурс», и он входит в перечень журналов ВАК, что тоже очень здорово и мотивирует студентов делиться результатами своих научных исследований. Для тех, кто бы хотел продолжить свою научную карьеру, свой научный путь, есть возможность после магистратуры поступить и в аспирантуру, которая у нас открыта на кафедре по направлению языковедения, языкознания и литературы ведения по специальности «Германские языки». У нас регулярно выпускаются аспиранты, защищают свои кандидатские диссертации. Вот, например, на фотографии это моя коллега Сопина Александра Львовна, которая защитилась в прошлом году. Вот это наша последняя защита. В этом году ожидается следующее. Само название программы «Перевод и межкультурное взаимодействие» подразумевает это самое межкультурное взаимодействие. Мы это отлично понимаем и стараемся создать студентам те самые условия для успешного дальнейшего профессионального применения навыков, которые бы им отточить сейчас во время их учебы. У нас есть несколько университетов зарубежных, с которыми мы взаимодействуем. Это Академия в Дании, к нам регулярно приезжают их студенты, наши ездят к ним. Это Бельгийский университет в Монсе, с которым мы взаимодействуем и также совершаем обмен студентами. Это Дрезденский университет в Германии, это Варшавский университет в Польше. И мы на этом не останавливаемся, ищем все новые выходы на зарубежные вузы. И даже, например, не выезжая за пределы Российской Федерации, пытаемся организовать студентам различные мероприятия, которые бы их подтолкнули к этой самой межкультурной коммуникации, будь то просто взаимодействие со студентами-иностранцами, которые учатся в ЛЭТИ, или, может быть, это какие-то семинары, мастер-классы в рамках наших конференций или каких-то академических курсов, которые наши студенты изучают. Говоря об области профессиональной деятельности выпускников, тут на самом деле очень большой диапазон, где бы студенты могли себя в дальнейшем применить, потому что и перевод, и межкультурная коммуникация вместе нам дают с вами огромное поле для дальнейшей работы и профессиональной деятельности. Ну, безусловно, это сфера образования, лингвистического образования. Наши выпускники – это талантливые профессиональные преподаватели. Это, безусловно, перевод и переводоведение. Все, что связано с переводом, с устным переводом, с письменным переводом, осуществление этого посредничества между людьми, которым без нас не справиться. Переводчики спасут мир. Что бы ни говорил нам Google-переводчик. Межкультурная коммуникация. Ну, опять же, это и организации проведения конференций, конгрессов, форумов, встреч. Выпускники могут выступать как консультанты в сфере межкультурной коммуникации. Ну, и знания, которые получены за два года магистратуры, они позволяют действительно назвать выпускников квалифицированными специалистами в этой области. Также можно реализовать себя и в области теоретической прикладной лингвистики. Ну, также многие наши выпускники смогли себя реализовать и в рамках своей альмаматор. Так, многие из них работают на нашей кафедре. Вот здесь на фотографии представлены наши выпускницы, и то не все. Кто-то из выпускников работает в отделе по связям с общественностью, кто-то в международном студенческом офисе. Так что вполне наш университет сможет стать потенциальным работодателем для выпускников в их будущем. Вот. Ну, я должна также сказать, что обучение на кафедре – это не только учеба, не только пары, семинары, лекции, практики. Но это, безусловно, та самая атмосфера, ради которой студенты поступают на ту или иную кафедру, в тот или иной университет. Это то, из-за чего студенты ЛИТИ всегда говорят о ЛИТИ как о своем втором доме. Это та самая неповторимая атмосфера, которая у нас есть, и которую мы очень ценим, которую мы взращиваем, холим, лелеем и в которую вкладываем всю свою душу. Мы очень поддерживаем различные инициативы студентов, хорошие инициативы, творческие, положительные. И, безусловно, мы очень рады всем научным и профессиональным достижениям наших студентов. Но также есть множество мероприятий, направленных на творческую реализацию студентов, на развитие их творческого потенциала. Это и концерт, форум-концерт в рамках форума конференции «Палитры языков и культур». Весь концерт подготавливается силами наших студентов. Это и конкурс поэтического перевода, который у нас уже стал всероссийским. И все с радостью участвуют в этом конкурсе, присылают свои переводы. И если вдруг вы почему-то не поступите к нам в магистратуру, то обязательно участвуйте в следующем году в конкурсе поэтического перевода. Это музыкальные вечера. Это вечера французского языка, испанского или немецкого. У нас вот есть театр на французском языке также. То есть это большое количество мероприятий, которые направлены на знакомство студентов разных курсов между собой. И на их активное вовлечение в творческую жизнь вуза. Это только то, что делает наша кафедра. Помимо этого, наш университет также объединяет студентов с разных факультетов, с разных курсов. Это и КВН, и что, где, когда, и хор, и вокальная студия, и театральная студия. В общем, есть где себя реализовать и творчески тоже. Здесь я вам оставила несколько ссылок с контактами, которые вам помогут найти чуть больше информации по волнующим вас вопросам. Первая ссылка – это ссылка нашего университета. Вторая – это именно по приему в магистратуру. Ну а здесь это ссылка на нашу группу ВКонтакте, группу нашей кафедры. Можете зайти, посмотреть немножко, чем мы живем, познакомиться с нами чуть-чуть поближе. Друзья, я вам желаю удачи. Да, вам и так это непросто. И выбор непростой, и просто само поступление в магистратуру нелегко. А плюс еще вы вынуждены это все делать в таких форс-мажорных условиях. Но я уверена, что вы справитесь, все будет в порядке. И, конечно же, мы будем очень рады видеть вас в числе студентов на нашей программе по переводу и межкультурной коммуникации. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok